Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Никол Пашиня встретился с представителями армянской общины Казахстана. До сих пор мы живем в армянских домах, жители деревни Кельташ. На острове Ахтамар озеро Ван уже есть питьевая вода. Ситуация в Сирии. Турецкая полиция задержала 74 военнослужащих. Дверь. Фильм об ассирийской семье, переехавшей из Мардина в Берлин. Музыкальной школе имени Комитаса в Степанакерте исполнилось 80 лет. В ходе своей рабочей поездки исполняющей обязанности премьер-министра Армении Никол Пашиня встретился с представителями армянской общины Казахстана. Об этом Армен Пресс сообщили в Управлении по информации и связям с общественностью администрации премьер-министра Армении. На встречу съехались представители армянской общины со всех уголков Казахстана. Люди приехали и из Узбекистана. По приветствовав собравшихся, Пашинян сказал, что за время своего премьерства, проводя подобные встречи, он каждый раз убеждается, насколько мощный потенциал имеется у армянского народа. По его словам, революция произошла не только в Армении, но и диаспоре. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении с радостью отметил, что после революции наметилась волна репатриации в Армению. По его словам, положительный баланс с мая по октябрь составил 13 тысяч человек, тогда как за этот период прошлого года баланс был отрицательным минус 9 тысяч человек. Он выразил надежду на рост числа репатриирующихся. После этого Никол Пашинян ответил на вопросы присутствующих, в том числе о возможностях вести бизнес в Армении и различных отраслях. Жители пограничной деревни Келеташ, которая отделяет восточную Армению от западной, рассказывают нам о собственности, оставленной армянами. После депортации армян-курды, живущие здесь, говорят, что теперь мы живем в домах армян. Пограничная деревня Келеташ, Дихорской области округа Карса и сегодняшняя Армения отделены друг от друга рекой Ахурян. После геноцида против армян в 1915 году деревня была заселена курдами. Курды, которые переехали сюда из соседних деревень, продолжают использовать армянские церкви, дома и всю собственность, оставленную армянами. Жители говорят, что мы все еще живем под крышей армян. Шахин, житель села, говорит, что за сто лет они не строили домов, они использовали армянскую собственность. Мой дом принадлежал армянам. Мы все еще живем под их крышей, отметил житель села. Начат проект по водоснабжению острова Ахтамар в Ван. Губернатор Ван Мурат Зорлу-Углу написал на своем микроблоге в Твиттер. Соответствующий департамент Вана представил 5 миллионов турецких лир для реализации проекта питьевой воды для острова Ахтамар в мае. 16 сентября в рамках проекта на склонах горы Артос недалеко от озера Ван запущены работы по прокладке магистралей по дну озера Ван через специальные трубопроводы. Общая протяженность трубопровода составляет 4 километра. На острове установлены 5 фонтанов. В Африне прошло собрание главарей вооруженных группировок Сирийской свободной армии, на котором обсуждались возможные операции против отрядов народной самообороны на севере провинции Алепа-Ирака. Напомним, ранее в социальных сетях появилась карта, на которой, по утверждению источников, был изображен первый этап наступления вооруженных сил Турции и протурецких сил на участке Аткабани Айн-эль-Араб до Зар-Магара. И хотя данная информация пока не была официально подтверждена, ранее президент Турции Реджеп Тайпердаган неоднократно заявлял о готовности начать операцию против курдских вооруженных формирований к востоку от Ефрата. Три взрыва прогремело за сутки в провинции Алепа, было ранено шесть детей. В связи с участившимися атаками террористов в окрестностях и в провинции Алепа представители сирийской армии заявили о своей готовности начать операцию по зачистке окрестностей административного центра провинции Алепа от радикальных вооруженных формирований в случае, если джихадисты продолжат обстреливать районы города. Данное сообщение опубликовано информагентство Альманар Ньюс. В один день в Турции были задержаны 103 высокопоставленных военных офицера, пишет сайт газета duvar.com, в котором подробно описывается, что все задержанные являются нынешними офицерами вооруженных сил. Они подозреваются в связях с организаторами попытки военного переворота 15 июля 2016 года в Турции. СМИ отмечают, что хотя власти страны отменили чрезвычайное положение после двух лет попытки государственного переворота, в различных государственных структурах и особенно в армии все еще происходят массированные аресты и очистка персонала. Напомним, что 15 июля 2016 года в Турции произошел военный переворот. Последовали аресты в вооруженных силах страны и других учреждениях. Многие газеты, организации, центры были закрыты, и в стране было объявлено чрезвычайное положение. В попытке государственного переворота президент Турции Раджептай Пардоган обвинил Фетхулаха Гюлена, основателя и руководителя религиозного движения Хизмет-служба. Фильм «Дверь» представляет историю о сирийской семье из Мордина, убежавшая в Берлин. Съемки фильма проходили в Мордине, Конии, Кесарии, Стамбуле и Берлине. В фильме рассказывается история Якупа и Шемсы, которые 25 лет назад переехали из Мордина в Берлин. Теперь живут в Берлине со своими тремя детьми и внуками. После долгих лет телефонный звонок из Мордина изменяет обычную жизнь семьи. Телефонный звонок был об их потерянном сыне Микаэле. Звонок снова освежил боль, страдания и эмоции Якова и Шемсы. Они вместе с внуками едут в Мордин за своим прошлым. Этот путь становится местом для внутренних открытий для всех. Премьера фильма состоится 14 декабря. На торжественном мероприятии, символизирующем деятельность музыкальной школы, присутствовал министр культуры по делам молодежи и туризма Республики Арцах Лерни Коганесян. Он поздравил преподавателей и студентов музыкальной школы, подчеркнув роль школы в музыке, в культурном воспитании и воспитании подрастающего поколения. Единственная музыкальная школа в Арцахе имеет имя Великого Кометаса, что очень важно для учителей и школьников. Мы ожидаем, что это учебное заведение будет поддерживать добрую традицию воспитания музыкального вкуса и создания профессионального фонда, сказал Лерни Коганесян. Министр культуры, молодежи и туризма Республики Арцах наградил учителей в связи с 80-летием культурно-художественной деятельности и создания музыкальной школы Кометаса в Степанакерте, сообщили в Министерстве культуры по делам молодежи и туризму. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию ардвин «Танец Себастья». «Танец Себастья» «Танец Себастья» Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром!